10 октября в Донецке во дворе спорта «Спартак» прошли финальные матчи первого открытого чемпионата ДНР по волейболу среди девушек в возрасте от 13 до 16 лет. Организаторами турнира выступили Федерация волейбола Республики и Министерство туризма и спорта ДНР. Вы знаете, не проводя соревнования, смысл теряется у детей вообще посещать ежедневно занятия и тренировки. Дети никуда не уехали, остались тренера здесь, не взирая ни на боевые действия, ни на экономическую ситуацию в стране. Естественно, они, приходя в зал, занимаясь кто три раза в неделю, кто и больше, они все-таки должны соревноваться. Где только соревнования могут показать, в правильном направлении тренер ведет занятия или неправильном. И, ну, это как экзамен, знаете, в школе год проучился, надо сдавать какой-то экзамен. В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных городов республики. 7 команд из Донецка, 2 из Макеевки, команда из Амбросиевки и даже сборная по волейболу из Луганска. Какое место заняли в чемпионате? Шестое. Шестое? Почему? Плохо тренировались? Нет, просто команда была сильнее, ну, как бы старше нас. Но мы думаем, что мы хорошо сыграли. И мы еще не хорошо сыграны, так что мы будем стараться выигрывать дальше. Ну, удачи вам. Спасибо. Интересен тот факт, что ни один тренер ни одной спортивной школы во время военных действий не уехал, а продолжил работу и тренировки с детьми. Несмотря на осадное положение и острую нехватку инвентаря и спортивной формы. Сейчас моя проходит игра. Конечно, я волнуюсь, но результатом, сказать честно, я недовольна. Мы идем на второе место, могли бы выступить лучше. Что мешает девочке? Наверное, неуверенность в себе и еще мало игрового опыта. Как вы думаете, насколько сейчас это важно для детей? Это очень важно, потому что дети после войны какие-то перепуганные, закрепощенные. Это их как-то, можно сказать, сплачивает, дает какую-то уверенность в себе. Поэтому спорт очень им необходим. И еще второе, мы детей с улицы забираем. Поэтому я желаю всем заниматься спортом и приглашаю к себе в детскую спортивную школу. На чемпионат поддержать своих детей пришли многие родители, которые переживали и активно болели за юных спортсменов. Моя дочь уже 6 лет занимается волейболом. Сразу занималась у Сергеевой Елены Осиповны. Сейчас она занимается в УОРе у Юрия Викторовича. То есть, как бы, очень довольны тем, что в такое тяжелое время, которое творится у нас за пределами этого помещения, дети, конечно же, занимаются с удовольствием, с радостью. Им это очень нравится. Большое спасибо тем, кто дальше это все создает, помогает детям. Кроме родителей, за спортсменов болели подружки по команде. Иногда их кричалки звучали довольно громко. Сверху! 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 Волейбол – это вторая семья даже, можно сказать. Вот с командой сидим, болеем. Вы за кого болеете сейчас? Мы сейчас болеем за Макеевку, противоположную стороной. Они побеждают или проигрывают? Они немного проигрывают, но мы надеемся, что победят. Места на пьедестале почета распределились таким образом. Первое место среди старших команд заняла команда Олимпийского резерва из города Донецка и команда в Росевке среди младших. Вторые места, соответственно, команды из Донецка и Макеевки. И третьи – команды из Донецка. Кроме золотых кубков, медалей и почетных грамот, всем командам были вручены новые мячи для волейбола. Девочки, ну вы заняли сегодня первое место, да? Да. Расскажи сейчас о своих ощущениях. Ну, все команды очень сильные. За год все очень выросли. Все много набрались опыта. Очень интересно играть. Очень понравились соревнования. Красивый зал. Хорошие тренера. Как радость у вас, что? Ой, очень много эмоций. Очень много, мы долго к этому шли. Да, мы очень хотели первое место, мы это получили. Сколько занимаете? Четыре года. На открытом чемпионате по волейболу есть победители, есть побежденные, но нет проигравших, потому что спорт – это всегда победа. Дмитрий Заняковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. Специально для Новороссия ТВ. Специально для Новороссия ТВ.